добрый день мои дорогие выехал за комбикормом сторону талдома и переживаю за вас и вспоминаю про вас как вас поддержать и думаю дай вот сниму вам дорогу но сейчас вот уже выехал на асфальт а так где я нахожусь там в дороге такие грунтовые в смысле не покрыты асфальтом глиной пгсом так называемым и там тоже ни одной машины вообще ни одной здесь вот какая-то легкая движуха есть и вот давайте посмотрим пока поговорим немного о нашем насущном сейчас я перекину камеру что для нас самое насущное это чтобы нас не не убивали чтобы нас не унижали не уничтожали чтобы не делали из нас дебилов и рабов из оставшихся из наших детей и внуков вот и все а как это сделать при губа оккупации принципе никак вы правы никак этого не сделать потому что это вещи взаимопротиворечащие но а как же нам выживать вот вы спросите в таком случае но единственное что я могу вам ответить на этот вопрос это самосознание это понимание нашего нахождения нашего положения и исходя из этого отталкиваемся и дальше уже господь правит почему очень много уделялось пропаганде агитации еще в советском союзе потому что это великая вещь она брата настраивает против отца сестру против матери это то есть никто не просто там настраивает поругаться пожарить а вплоть до смертоубийство вот что такое пропаганда агитация в умелых руках и вот наши наш брат наша сестра во христе и не только живущие на нашей земле в россии они подвержены тому о чем говорил йосиф гиббельс вот река река дубна мы сейчас пересекаем своем он говорил дайте мне средства информации я из любого народа за 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 год по моему говорю сделаю стадо свиней в принципе все происходит тут уже 25 лет считаю четверть веком поэтому понимание должно быть понимание нас остается все меньше и меньше здравомыслящих это сказать грамотных бодрых но мы еще есть также нельзя не упомянуть тот фактор что мы с вами должны уповать на бога обращаться к нему просить его помощи просить его в разумлении просить его того чтобы мы вышли из морока который действительно профессионально и зуицки из понятия зуицкое лукавство загуглите как говорится зуицкое лукавство вам многое станет понятно что творят люди из института светской и из института духовной власти в нашей стране поэтому вот большому счету дорогие мои и все если потому что гладище один там один поле не войн это неправда огромное количество случаев из истории нашей страны из истории разных периодов нашей такой яркой героической истории до россии роль человека роль лидера огромна об этом нужно помнить даже ролик я сделал и один в поле воин напишите один поле воин там дочка лопатин не то что я там один поле воин просто чтобы на мой канал поисковик в ю тубе я там как раз подробно рассказываю отвечаю на эти вопросы а так везде хитрость подлость обман вот даже вот здесь вот мы с вами едем навигатор навигатор показывает 90 потом сразу 40 кто знает вот сейчас я уже еду тут сейчас 48 километров понимаете везде на разгонных полосах полосах на разгонных полосах вот а первая женщина мы с вами едем сколько уже первая женщина вот бабушка стоит на остановке на разгонных полосах когда слева 90 смысле обычная скорость и человек чтобы оба обогнал грузовик понятно он должен разогнаться на там 110 до минимум и вот на этих разгонных полосах ставят камеры люди подонки просто подонки которые ненавидят ближнего понимаете и сколько раз я просто езжу на в на волоконщину и я уже не верю потому что я не верю этой ситуации смысле я ищу как где возможность есть там медленно плетущийся какой-то автомобиль фуру обогнать вот мы проехали там было 40 90 сразу 40 зачем это делается а просто ненависть ненависть ближнему но тем не менее мы все это принимаем мы живем в этом продолжать список можно вечно что творят с детьми это законы сумасшедшие и о утилизации и эвакуации и захоронениях и цифризации и прочее прочее главное это чтобы вы понимали потому что только проснувшийся человек может не позволить себя убить вот допустим вот такой военный случай когда или в афганистане или там во время великой отечественной во время вот этих событий которые сейчас происходят я пропускаю машину еду медленно ладе надо быстрее видите вот поблагодарим приятно во время событий один человек шомполом ну там он попал там неважно допустим давайте немцам скажем на шомполом когда там снялись это часового то в ухо убивал там огромное количество там взвод взвод там роту даже в солдат противника вот так скажем понимаете это бесшумно бескровно и человек умирает быстро так я к чему говорю что жил во сне аллегорически вам так рассказал и умер во сне понимаете о чем я говорю и умер ничего не понял не поняв вот этого не надо нельзя допускать вы должны быть трезвенны не только в плане там алкоголя наркотиков прочих смесей а трезвенных пониманий того что происходит на нашей земле вы спросите на что вы надеетесь я надеюсь на бога и на здравых людей которые в критической ситуации выкристаллизовываются из нашей среды я в этом уверен об этом уверены и сатанисты вот эта черная аристократия и же с ними кто как говорится на местах им помогает подчас не понимая кому они помогают их также утилизируют их гоп-гвардия там полица и прочее а их столько много не нужно когда не будет нужны когда не будет людей которыми их которые их они которые их стращают поэтому но это не понимают они ради копеечки они все люди закредитованы все хотят покушать послаще послаще поспать поэтому идут и делают идут и делают идут и делают поэтому уповаем на бога надеемся на свои руки вот и я собственно еду за комбикормом понимаете говорят ничего больше делать не надо только молиться но я согласен это очень важно и вот пост начался все это правильно все это богополезно для нашей души и тела но как я накормлю кур если я не совершил какую-то работу не соберу какую-то денежку для того чтобы поехать потратить время потратить деньги купить комбикорм там зерно но я комбикорм это я так сказал я комбикормом не кормлю я кормлю зерном мишенкой всяким там да вот и покормлю куры у меня будут яйца понятно когда ты это делаешь плюс еще молишься вон талдом у нас направо а мы идем налево когда ты еще молишься то безусловно пользы от этого намного больше я с вами согласен мои дорогие сейчас мы уже подъезжаем видите тут все как раз у нас недалеко минут 15 прошло вот поэтому молимся уповаем на бога и общаемся с нашими ближними планируем кто будет у вас сторонником вашим единомышленником а кому лучше вообще не стоит обращаться потому что ничего кроме подлости грязи ненависти подставы они не сделают таких к сожалению у нас немало но за сим будем жить господь управит ваш Евгений Лопатин Дмитровский район Московской области